Когда в семье серьезно заболевает ребенок, многие родители остаются наедине со своей бедой. Но эта история не про наших героев. Варя очень творческая, с богатой фантазией, общительная девочка. Артемий очень добрый, ласковый и любознательный. Степан замечательно поет и делает успехи в изучении английского языка. Сафронова Татьяна с сыном Степана, Докшина Виктория с сыном Артемием, Тимошенко ГНС с дочкой Варварой не замкнулись в четырех стенах, а стали активными участниками проекта «Другой день». Мне интересно, чтобы мой ребенок был в этом задействован. Для него это развитие, ему это нравится. Родители особых детей делают все, чтобы дети развивались и социализировались. Мальчикам очень сложно долго удерживать внимание, но они очень старательно и аккуратно рисовали героев и снимали свои мультфильмы. Сто процентов помогает анимация в гармоничном развитии моего ребенка и вообще всех детей, я думаю, потому что игра – это самое главное в жизни ребенка. А в случае моего ребенка с диагнозом аутизма – это вообще самое главное, потому что мой ребенок понимает только в игровой форме. Какой тебе замечательный сон приснился, после которого мы сделали этот чудесный мультик? Скажи, что тебе приснилось? Мне приснились бабочки. Подарили кайлоски бабочки. И я стала с ними летать. Самое интересное – это процесс. Он придумывает сценарий, он придумывает, что в нем будет. Ну, самое главное – это процесс. Ну, наверное, не хватает терпения, поскольку он все-таки ребенок. Ну, договориться не всегда получается сделать так, как нужно в рабочем процессе, ему хочется немножко другое, но в принципе, в целом, с ним можно было совладать. Он так достаточно понимал, что мы от него хотим. Выходя в общество, мы желаем, чтобы они полноценно могли общаться с другими детьми. Помимо того, что они работали ручками и придумывали, творили, они еще и общались с другими ребятишками, учились контактировать, учились работать в коллективе. И было все очень здорово, интересно. Вареньке немножко тяжеловато это было делать, но было зато здорово, да, интересно. Когда крылышки складывали, а потом разворачивали, помнишь, как это было здорово? И что было? И там были всякие разноцветные краски. Разноцветные краски. И получались разноцветные бабочки, да? И они у нас практически летали, да? Да. И сон как будто ожил. Пока мне приходили ребята, мне понравилось, что моя мама не купила такой торт. Они ходят на разные занятия, на разные медицинские обследования и мероприятия. Трудно представить, сколько душевных сил и труда понадобилось родителям, чтобы их дети добились заметных успехов. Тем больше победой стало для этих семей участие во Всероссийском фестивале детско-юношеского и семейного экранного творчества «Мультсемья». Созданные ими мультипликационные фильмы «Мамино счастье», «Небо детства», «Волшебный сон» были показаны на большом экране кинотеатра «Победа». Сложно передать те чувства, которые испытывали ребят и их мам в тот момент. «Меня есть любимый брат, а он не такой, как все. Он очень странный, говорят, беспомощный совсем. Мне интересно с ним играть, но мне нельзя его ни на минуту оставлять на свете одного. Мы просто другие, мы живем на другой глубине. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине. Нам себя уже не изменить, и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять. Просто понять.